Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп Здорово-здорово-здорово, пацаны Здорово, ребят Здорово, ребяточки Так, надеюсь, вас никого не смутит Вот такая ситуация с микрофонами Потому что я снова решил отказаться от петличек Wireless Go, Rode Как бы с ними всё в порядке Это крутые петли У них хороший звук относительно Но постоянно, как бы, когда долго записываешь Их нужно мониторить Там, не село ли у тебя, там что-то И, короче, это реально палево Гораздо лучше, когда у тебя прям с микрофона Прям в камеру звук идёт И всё окей, можешь записывать сколько хочешь Сегодняшняя тема — это настройки экспорта видео Для YouTube из Final Cut Я недавно с радостью заметил, что меня смотрят люди У которых уже есть свои каналы И это не может не радовать Потому что когда тебя смотрят коллеги Это всегда приятно Я стал чаще загружать видео в YouTube И недавно мне попалось в интернетах Комендуемые настройки кодирования Там рассказывается всё про контейнер Про аудиокодек, про видеокодек Это настройки конкретно, которые предлагает Суппорт Google на сайте Google И поэтому сегодня хочу о них немного поговорить И дать тебе несколько советов по экспорту Кстати, в прежних версиях в Final Cut Была возможность отправки видео Непосредственно с тайм-линии Прямо в YouTube, минуя рабочий стол Такую функцию убрали И оставили сейчас как прежде Скорее всего, потому что она Не возымела никакой популярности И ей никто не пользовался К тому же, я один раз пробовал так экспортировать И занимает гигантское количество времени Ну, скорее всего, из-за этого, короче, её убрали Итак, лучшие настройки экспорта проекта для YouTube На самом деле, такие настройки можно делать Без какого-либо дополнительного софта Без, например, компрессора Но, кстати говоря, компрессор я бы тебе рекомендовал установить Если честно, я до сих пор не понимаю Если ты не пользуешься вдруг компрессором По каким причинам ты себе его не ставишь Потому что это очень полезная программа Для компрессирования видео Для разных форматов Начиная от самого мизерного формата до большого Apple ProRes Это всё делает компрессор Итак, первый способ вывода проекта Это использование дополнительных установок для YouTube И когда мы нажимаем стрелку в правом верхнем углу Мы видим стандартные настройки экспорта Это экспорт по дефолту И у меня, в моём варианте Здесь ещё добавлено несколько вариантов вывода Это SD480, Lush 540 Это некоторые маленькие варианты Для того, чтобы я мог отправлять их Для предпросмотра клиенту в небольшом разрешении А, допустим, вывел в SD480 Я отправил ему в WhatsApp Либо в телеге, где-нибудь он посмотрел Типа, утвердил, я вывел в Full HD Либо в 4K Это можно сделать при помощи компрессора Итак, по умолчанию у тебя может не быть вот этой кнопки синего цвета И чтобы, вот с значком YouTube Для вывода YouTube и Facebook И чтобы её добавить Жмём Add Destination И, видимо, здесь в правой панельке В правом окошке У нас можно добавить разного вида значки Либо двойным нажатием Либо просто переносим наш значок Его можно здесь двигать Но вот в чём самая главная драма Выводя вот таким образом В том, что здесь в панели Resolution Мы не можем поменять разрешение Он нам предлагает 640 на 640 Что, естественно, нам не годится Возможно, это у меня с версией Final Cut какая-то фигня Обязательно вот сейчас попробуй И у тебя вот здесь должно быть выпадающее меню Со сменой разрешения И если у тебя есть такая возможность Обязательно напиши в комментах Посмотрим, что из этого можно сделать А у меня можно как минимум поменять Компрессинг Это Better Quality и Fast Encode Но нам такой способ не подходит Короче, вот закрываем И видим, что у нас в стрелочке экспорта Появилась вот эта кнопка Нам такой способ не подходит Потому что, ну, естественно, 640 на 640 Это очень мало И к тому же, если мы выбираем Такой экспорт У нас он предлагает, тем не менее С контейнером .mov выводить А не MP4 Поэтому просто зная, что такой способ есть Нужно поменять настройки этого способа Короче, зная, что такое есть Итак, мы плавно подходим ко второму варианту экспорта Лучших настроек видео для YouTube Итак, на сайте google.com В разделе рекомендуемые настройки кодирования Мы видим таблицу В котором перечислены все настройки Которые YouTube рекомендует нам Для того, чтобы заливать видео Это контейнер MP4 Аудиокодек Видеокодек Здесь все-все Битрейт Разрешение Соотношение сторон Можешь почитать Ссылку, если что, прикреплю И первое, что мы видим в списке Это контейнер MP4 И вот, скорее всего, почему YouTube хочет, чтобы контейнер был MP4 А не MOV И так считая Потому что MOV в большинстве своем Заточен под компы MAC Под операционную систему MAC А MP4 является, как бы, глобальным стандартом Для всех типов устройств Это персональные компы Это телефоны Android Это телевизоры Android Потому что много сейчас смотрят на телевизорах И типа с заливом MP4 С контейнером MP4 Скорость воспроизведения будет быстрее работать Чем с контейнером MOV По крайней мере, так пишет Google Я думаю, что Google тут у себя на сайте херни не посоветует Поэтому будем прислушиваться к Google И его рекомендациям И выводить видосы с контейнером MP4 Для YouTube Так, зная все характеристики И рекомендованные настройки экспорта от Google Мы снова нажимаем Панель экспорта Экспорт по дефолту По дефолту у нас в настройках Мы видим видео and аудио формат Видеокодек H264 Резолюшн 1920-1080 Потому что у меня такой маленький проект И контейнер .MOV Для того, чтобы поменять нам на MP4 Нам нужно в строке формата Выпадающее меню Выбрать компьютер И у нас сразу же меняется на MP4 Размер также может меняться В меньшую сторону Но нам пока что это не важно Также по умолчанию у тебя видеокодек Здесь может стоять Apple Pro S422 И ты видишь, какой здесь вес он имеет 13 гигабайт По сравнению с 2 гигабайтами, которые были до этого На самом деле, такие настройки даже не рекомендуется Они нам просто ни к чему для YouTube Поэтому всегда смотреть внимательно Какой видеокодек Я всегда выбираю H264 Тебе рекомендую Во-первых, потому что хотя бы сам Google нам рекомендует так делать Дальше у нас соотношение сторон Стоитовое пространство и аудио формат Они все соответствуют рекомендуемой таблице Поэтому мы это все оставляем Action — это действие после вывода проекта Можно выбрать просто сохранить как файл Можно выбрать так, чтобы у тебя оно по умолчанию открывалось сразу же в QuickTime То есть вывелся и сразу же смотришь Не нужно его открывать Все окей, нажимаем здесь, выбираем компьютер У нас появляется MP4 Размер файла уменьшился Нажимаем Next Выбираем место, куда мы хотим сохранить И нажимаем Save Вот такие настройки Но сейчас, что я хочу еще посоветовать Это то, как сохранить вот эти все настройки в отдельный пресет Для того, чтобы ты каждый раз не настраивал Вот эту всю процедуру не проходил Для того, чтобы нажав сюда в панель экспорта Ты мог просто выбрать у себя этот отдельный пресет И вывести Для этого нажимаем Add Destination Здесь выбираем Export File Вот этот Либо его двойным нажатием Либо просто перетягиваем Ставим его повыше наверх Чтобы у нас был он сразу же вводился И фишка в том, что здесь можно поменять название Давай сменим название на, например, YouTube MP4 Окей, вот так он у нас будет называться И здесь выбираем формат Это у нас компьютер Видео кодек AS264 Better Quality Лучшего качества Оно действительно отличается Поэтому всегда выбирай Better Quality Resolution ставим по максимуму 4096 на 2160 Таким образом он у нас будет отталкиваться от проекта Если у нас проект будет в 4К Он будет выводить у нас в 4К Если проект будет в Full HD Соответственно он будет уменьшать Color Space автоматический И аудио формат AAC рекомендуемый Действия выбираем Save Only Мне не нужно, чтобы он каждый раз показывался И просто закрываем панельку Все, у нас все сохранилось Проверяем Нажимаем кнопку экспорта И видим, у нас появился наш готовый пресет Это YouTube MP4 Нажимаем на него Смотрим, сохранились ли все наши настройки Да, у нас все сохранилось Контейнер у нас MP4 Формат компьютер Кодек H264 Better Quality Resolution Full HD Потому что таймлиния у меня в Full HD Это гораздо проще, чем каждый раз собирать настройки Их что-то настраивать Или ты можешь просто забыть при экспорте Поправить себе настройки на MP4 Гораздо лучше настроить вот такие пресеты Ты можешь сделать их сколько угодно много Разные всякие, под разные задачи Не только под YouTube И дать им разные имена Так что вот, в принципе, это все, о чем я хотел рассказать Надеюсь, этот видос тебе был полезен И ты теперь будешь пользоваться такими настройками Все, что я тебе хотел рассказать Так что хороших тебе кадров Быстрого монтажа Пока Пока